В фейсбуке при обсуждении некоторых моих работ в альбомах зашел разговор о разных кистях, сегодня продаваемых всяких брошпенах, пенбрашах и прочих там фломастерах, лайнерах и так далее. А я все это конечно перепробовал и я все это покупаю как фанат графики и у меня огромный арсенал всяких-всяких разных инструментов, но скорее коллекционно, поскольку я ими мало даже пользуюсь, просто они у меня для тестирования, можно так сказать. А я все больше и больше прихожу к мнению, что меня влечет, ну самое-самое, что на есть, извиняюсь за выражение, гениальная простота. Да, я все больше и больше выкидываю из своей пленерной сумки всяких инструментов, оставляя минимум и скоро видимо приду к тому вот совершенству с одним карандашом, может быть и даже одного типа и с одной кистью в акварели. Вот про кисти как раз разговор, дело в том, что я часто набираю тоже много кистей, а потом прихожу к выводу, что пользуюсь по сути дела только несколькими. И вопрос зашел про флейтс. Ну конечно, флейтс очень интересно, можно проводить такие плоские, широкие пятна, инструмент очень хороший. Но вот стиль, можно добиться, вот вершины стиля, я считаю, можно добиться, не увеличивая количество изобразительных средств и инструментов, а их уменьшая. Стилистика, в общем-то, точность стиля, это наоборот уменьшение вообще всех средств. Вот простота, лаконичность материалов, один инструмент, в идеале одна кисть, это не каприз. Это вот художественные средства и принцип стилевого единства. Это, можно сказать, технический и философский способ избегать бестроты изобразительных элементов. И вот как следствие мы тогда получаем какой-то единый, цельный стиль изображения. Меня спрашивают, как вы без флейтсов обходитесь. Ну конечно, я их использую. Тем не менее, вот китайская каллиграфическая кисть во всю ширину, или точнее длину своего хвостика, вот этого конца, позволяет проводить широкие мазки, что я здесь и демонстрирую. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!